МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С люберчанами обсудили строительство дублёра Егорьевского шоссе. Мы с вами знаем, что чем больше мы сдаём вторсырья, тем больше мы вкладываем своих усилий в сохранение нашей экологии. Как прошёл экологический фестиваль ЭКОБУМ, расскажем в выпуске. Самая ближайшая школа к нам относится к геннадий 56-й, в комплексе. Где будут учиться дети, пока в корпусе школы номер 28? В Коренёво идёт капитальный ремонт, рассказали на Большом родительском собрании. Участники от 6 лет и выше. Самому возрастному участнику сегодня у нас под 70 лет. Дистанции были поставлены максимально комфортно для всех участников, участников всех возрастов. В Люберцах провели соревнования по спортивному ориентированию на Кубок Главы. А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провёл еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались руководители структурных подразделений. Коллеги, доброе утро. Начнём наше совещание. Вопрос запуска отопления на этой неделе. Уже было такое достаточно серьёзное похолодание до 2 градусов. На совещание у губернатора поднимался вопрос о запуске отопления в социальные объекты и подачи уже в эти выходные. Поэтому прошу доложить Константину Михайловичу, как эта работа будет у нас проходить. По результатам заседания правительства Московской области и по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва было принято решение о том, что все объекты социальной сферы городского округа Люберцы, начиная с 27 числа сентября этого года, будут подключаться поэтапно к подаче теплоносителя. Жилой фонд начнём топить с 1 октября 2024 года. Следующий доклад о реализации и функционировании открытых стадионов, также о ремонтах капитальных, которые будут проведены в 2024-2025 году. Виктория Юрьевна, пожалуйста. Физкультура для всех. Именно под таким лозунгом в 2021 году стартовал региональный проект «Открытый школьный стадион». Благодаря ему жители могут бесплатно заниматься физкультурой на 23 школьных стадионах городского округа. А к концу года ещё один стадион будет оборудован и открыт для жителей на территории школы новостройки «Созвездие». В соответствии с распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области, в двух школах городского округа в период с октября 2024 по август 2025 запланированы работы по капитальному ремонту. Школа номер 28. Корпус расположенный в посёлке Коренёво, улица Чехова, дом 1, 1968 года постройки. Износ здания на сегодняшний день составляет 100%. Все школьники из здания 28-й школы будут распределены в три здания действующей гимназии номер 56. Второй объект – это гимназия номер 5 на Октябрьском проспекте, дом 348. 1962 года постройки износ составляет 74%. В этом же микрорайоне расположена спортивная школа Олимпийского резерва, которая имеет почти 70-летнюю историю, и она в рамках региональной программы Минспорта также вошла в программу капремонта, которая начинается с середины октября. Так как спортивная школа, я сказала, находится на совмещенной территории с начальной школой гимназии номер 5, в целях безопасности детей и сотрудников, принято решение одновременно организовать образовательный процесс для детей начальных классов в других корпусах гимназии, 5-й на улице Южная и на улице Космонавтов. Следующий у нас вопрос такой же важности и значимости – это ремонт объектов здравоохранения. Одно из самых старых зданий 1937 года постройки, и ни разу в нем не проводился капитальный ремонт. Это наш второй стационар, бывшее название больницы имени Ухтомского. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и Министерства здравоохранения Московской области мы попали в государственную программу. Наши жители не останутся без медицинской помощи. Мы маршрутизацию устраиваем для наших жителей. То есть это терапия, кардиология, неврология, эндокринология у нас поедут в стационарное отделение номер 3. Это Краскова, Карла Маркса, 90. Челюстно-лицевая хирургия – это стационар номер 1, Октябрьский проспект 338. И отделение ЛОР – это у нас было и взрослое, и детское отделение в одной нашей больнице имени Ухтомского. Оно у нас будет на базе поликлиники номер 5. Не менее важный объект – это детская больница, единственная в городском округе Люберцы. Со сроком 2024 год и исполнение планируем завершить в 2027 году полный капитальный ремонт всего здания. Планировалось то, что вся детская больница будет закрыта на момент нашего ремонта, но отстояли, и у нас будет проходить ремонт в два этапа. По маршрутизации наших детей у нас получается, что полностью мы будем вынуждены, педиатрическое отделение перевести 25 коек в Рошаля. По полиативной помощи полностью 15 коек, то есть мы остаемся без полиативной помощи на территории городского округа Люберцы, мы переводим ее в Коломну. И отделение детской нейрохирургии уменьшаем на 25 коек, и потоки будут перенаправлены также в Рошаля. По повестке все вопросы, коллеги, есть дополнения. Если нет, то всем хорошей рабочей недели. После ухода транспортной компании «Рантранс» три маршрута, курсирующих в городском округе Люберцы, перешли в мост «Рансавто». Муниципальный перевозчик взял на обслуживание маршруты «Три восьмерки» 1227 и 1230. Проведя анализ пассажиропотока по этим направлениям, было принято решение увеличить количество рейсов. Так, от жилого комплекса «Самолет» до торгового центра «Садовод» курсируют 23 транспортные единицы. 19 автобусов малого класса и 4 большого. Наша задача, конечно, это обеспечить перевозки пассажиров, качественно выполнить и оказать услугу. И на сегодняшний день, понимая вот эту ситуацию, мы мониторим ежедневно пассажиропоток. И при увеличении количества пассажиров будут приниматься решения в части увеличения и количества выходов на маршрутах. От компании «Ран Транс» мы получили 82 единицы транспортных средств, которые выезжают на маршруты. И в части усиления мы ежедневно до 10 автобусов, автобусов большой вместимости, направляем на маршруты, которые обслуживаем сегодня от компании «Ран Транс». Каждый водитель, выезжая на линию, получает ручной терминал для оплаты проезда. А автобусы большого класса оборудованы стационарными валидаторами. Руководство «МОЗ Трансавто» призывает пассажиров отказаться от наличного расчета. Это необходимо для объективной оценки пассажиропотока на общественном транспорте. Сотрудники администрации городского округа провели встречу с жителями поселка Баластный карьер и ближайших СНТ. На повестке дня строительства новой дороги дублера Егоревского шоссе. На встрече присутствовали и руководители проекта, которые ответили на вопросы о возведении дорожного объекта регионального значения. Тему продолжит наш корреспондент. Выше наших жилых домов. И все это будет у нас в поселке. Жители частного сектора поселка Коренево обеспокоены последствиями строительства новой региональной дороги дублера Егоревского шоссе. Новая трасса пройдет от Люберец, севернее Егоревского шоссе в районе деревни Кашерово и соединится с ЦКАД. Люберчан волнует вырубка деревьев и будет ли проходить трасса вблизи от жилых домов. Испугались, я скажу вам, потому что купленные участки на свои деньги, построены уже жилые дома, высажены деревья, заботы. И люди давно уже многие сторожили, с 95-го года обихаживают эту землю, они ее облагораживают, созидают на ней. И вдруг расстаться с этим, вот это было неведение страшное. На встрече жителям предоставили проектную карту и объяснили, что строительство дублера не предусматривает снос ни одного жилого строения в балластном карьере и ближайших СНТ. В границах населенного пункта расстояние от края дороги до домов достигает от 50 до 64 метров. На всем протяжении вдоль поселка трасса будет в насыпи высотой от 4 до 10 метров. Вот это застройка, ни один дом не попадает. Для сохранения проезда вдоль, получается, предусматривается вот эта подпорная стена. Для сохранения проезда вдоль, получается... Я почему говорю, где детонный завод у нас, где? Вот территория, территория промки, вот она, вдоль нее тоже тут предусматриваются подпорные стены. У нас проектирование проходило все в соответствии с действующим законодательством. В настоящий момент завершается техническая государственная экспертиза проекта. Соблюдены все санитарные нормы. У нас проезжая часть от ближайших домов не ближе, чем 50 метров располагается. Тем более предусмотрены шумозащитные экраны высотой до 6 метров. Вот, поэтому ни шума, никаких там газов, как опасаются жители, быть не должно. Сегодня мы собрали жителей, старались пригласить всех заинтересованных. У нас были с нами проектировщики, с нами были заказчики этой дороги. Максимально подробно разъяснили жителям, как будет проходить дорога. Какие участки затронет. В целом, то, как написано на бумаге, если будет выполнено, да не забудут про овраги, то все вроде нормально. Собрали всех, кто ответственный, кто строит, проектировщики, администрация. И тогда все стало понятно. На любой вопрос было отвечено прекрасно и хорошо. Сейчас большую пользу я вижу от того, что опыляющий у нас цементный завод будет от нас изолирован щитами, пылезащитными и шумозащитными. И то, что будут люди добираться, а я, поскольку бабушка, и у меня внуки живут в микрорайоне Некрасовка, и бываю, часто туда выезжаю. Вот эта логистика сохраняется, она улучшается, и это просто здорово. Все наши пожелания учтены. Я лично сама писала неоднократно письма. И поэтому очень радостно, что мы сейчас уже, это невидение от нас ушло. И мы точно знаем, и видели карту проекта. Общая длина автомагистрали составит 36 километров, а ее пропускная способность – 25 тысяч автомобилей в сутки. Дорога сократит время в пути от Люберец-Дацкат с полутора часов до 25 минут. Начало работ запланировано на следующий год, а завершение намечено на 2027-й. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. В Люберцах продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Один из объектов, который попал в план этого года – дом номер 409 на Октябрьском проспекте. Ремонт пятиэтажного здания стартовал в начале июля. На сегодняшний день замена кровли выполнена на 70%, а обновление фасада – на 60%. Полностью завершить работы планируют до 30 октября. Дом 1964 года постройки. Капремонт кирпичного фасада здесь не проводился. Была проведена только окраска. Также требовался капремонт кровли мягкой. И, соответственно, с новыми требованиями утепление чердачного помещения. Ремонт кровли происходит каким образом? Соответственно, демонтируется старое покрытие, стяжка. Потом делается новая стяжка. Потом нижний слой гидроизоляции, верхний слой гидроизоляции. Потом жилоба для водостока. И, соответственно, в дальнейшем еще утепление чердачного помещения. Кроме того, в рамках государственной программы Московской области формирования комфортной городской среды в этом доме отремонтировали подъезды. В городском округе проходит комплексная работа по санитарной очистке прудов, озер и рек. Состояние водных объектов находится под пристальным вниманием жителей и представителей администрации. Теперь специалисты приступили к расчистке Токаревского пруда. Там побывала и наша съемочная группа. Токаревский пруд существует с 1950-х годов. Раньше пользовался большой популярностью у жителей. Но за все время существования тут никогда не проходили санитарные работы. Сейчас пруд зарос тиной и травой, а береговая зона завалена деревьями и бытовым мусором. Люберчане просили почистить любимое место. И их желания были услышаны. Все научились купаться здесь. Ну а потом со временем все вот это зарастало, зарастало. Многие трубы вывели канализацию. Ну и вот результат получился болото. Жалко, очень хороший был пруд. Подрядчик уже приступил к работам. На санитарную расчистку водоема отведено больше двух месяцев. Это самый сложный водный объект в городском округе. И этот пруд последний, который запланирован по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» на 2024 год. Токаревский пруд по улице Старая. Это часть каскадных прудов на реке Кобыленка. Пруд в ужасном состоянии находится. Здесь живет семейство выдр, семейство нутриев. И красноухие черепахи плавают на пластиковых бутылках. Поэтому такое зрелище, как говорится, не для слабонервных. Сегодня мы приступили к расчистке. В поселке Томилино завершили расчистку двух водоемов. На улице Шевченко и Кантемира. Здесь покосили траву, почистили воду от тины, убрали завалы деревьев и бытовой мусор, а также привели в порядок береговую зону. Всего за этот год в городском округе санитарная расчистка прошла на 12 прудах. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Артем Морозов. Люберецкое телевидение. Хорошая экология – основа крепкого здоровья и долголетия. Каждый может внести свой вклад в ее улучшение. С целью напомнить об этом в городском округе уже второй раз проводят масштабный экологический фестиваль «Экобум». Для участников мероприятия организовали разные активности. Подробнее в материале моих коллег. Экологический фестиваль «Экобум» объединяет в себе традиционные акции городского округа, которые направлены на сохранение природы. В Центральном парке собирают и сортируют макулатуру и старую электронику. Бумага и картон спасут от вырубки деревья, а неработающая техника получит вторую жизнь. Мы привлекаем внимание к раздельному сбору мусора. Мы в течение года рассказываем детям о том, что не надо выкидывать электронику, потому что многие фракции разрагаются до 500 лет в естественных условиях. Что ее надо сдавать на вторпереработку, что надо сдавать макулатуру, а не рубить следующее дерево для того, чтобы сделать очередную партию бумаги. Причем бумага из вторсырья по качеству ничем не отличается от свежесрубленного дерева. Уже по традиции участники фестиваля строят башню из старой техники. В этот раз высота строения достигла 5,5 метров. Также для всех гостей организованы спортивные игры, концерт, конкурсы и мастер-классы, которые связаны с экологической тематикой. Я принесла макулатуру, участвовала в фестивале, нам давали всякие билетики. За них мы скоро получим подарки. Здесь проходит много мастер-классов по изделию, мы тут сажаем растения, мы учимся перерабатывать электронику. Мы из Семиряйской академии приехали на прекрасное мероприятие. Приехали с большим количеством техники сдать на переработку, потому что это важно, полезно. Да и в целом получили море эмоций и удовольствия от того, что здесь происходит. В 2020-м люберцы признали эко-героем за популяризацию раздельного сбора электронных отходов. Весной этого года на экологическом фестивале собрали больше 12 тонн макулатуры. В этот раз организаторы поставили цель установить новый рекорд. Мы с вами знаем, что чем больше мы сдаем вторсырья, тем больше мы вкладываем своих усилий в сохранение нашей экологии, так как тонна макулатуры сохраняет 20 деревьев. 20 деревьев – это порядка 300 литров воды, это 300 кубометров воздуха. Сохраняя экологию, мы сохраняем наши красивые города, нашу природу, деревья. Экологический фестиваль прошел с большим успехом. Вся собранная макулатура и электроника отправлены в пункты переработки вторсырья. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Артем Морозов, Люберецкое телевидение. Корпус школы номер 28 в поселке Коренева ждет капитальный ремонт. Объект образования попал в государственную программу Московской области. Уже в середине октября здание будет закрыто для проведения занятий. Где будут учиться воспитанники школы и как будет организован образовательный процесс, об этом рассказали на родительском собрании. Там работала Луиза Егезарян. Корпус 28 школы на улице Чехова, бывшая Кореневская школа номер 59. Здесь периодически проводили локальные ремонтные работы. Но здание, построенное в конце 60-х годов прошлого столетия, давно нуждается в глобальном обновлении. Стопроцентный износ всех коммуникаций, неудовлетворительное состояние кровли, учебных кабинетов и отсутствие вентиляции. Все это отражается на здоровье и на успеваемости детей. Большое счастье, что сегодня федеральный бюджет, областной бюджет и, конечно же, местный бюджет предусмотрел средства на то, чтобы эта школа заиграла новыми красками. Будет отремонтирован фасад, будет полностью заменена кровля, будут отремонтированы окна и таким образом будет создана абсолютно современная инфраструктура. Капитальный ремонт начнется с 14 октября, сразу после завершения первых осенних каникул. Школа вновь распахнет свои двери лишь 1 сентября следующего года. Вопрос, который волнует родителей, куда распределят детей на весь оставшийся учебный год. Самая ближайшая школа к нам относится к гимназии 56-й, три корпуса. Здесь мы вам показываем школьное отделение, которое находится на Мичурино, дом 14, куда у нас с вами пойдут 9-й, 10-й, 11-й классы в первую смену. Далее у нас второй адрес, это Федянино, дом 16, куда у нас пойдет начальная школа с 1-го по 4-й за минус 2-х классов. И также третий корпус, это на второй заводской, 28-й. Куда у нас пойдут два класса начальника школы и, соответственно, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й классы. Для удобства детей и родителей по указанным адресам запустят дополнительные автобусы и маршрутки. Предусмотрена компенсация расходов на проезд. Руководство общеобразовательного учреждения готово рассматривать каждый случай индивидуально. Например, чтобы дети из одной семьи попали в одну и ту же школу. Или чтобы отдельный класс обучался дистанционно. Результатом временных неудобств станет комфортное обучение в новой современной школе. Луиса Эйгия, Зарян, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. Совсем скоро новый детский сад на три сотни мест по улице Юности в жилом комплексе Люберецкий примет воспитанников. Строительство объекта уже завершено. В ближайшее время ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию. В детском саду 12 просторных групп, музыкальные и спортивные залы, пищевой и медицинские блоки, кабинеты логопеда и психолога. Объект дошкольного образования соответствует всем современным требованиям. Своих первых воспитанников детский сад примет уже в этом году. Процент готовности стопроцентный. В данный момент идет итоговая проверка. Мы планируем получить разрешение на ввод в октябре месяце и открыть садик к концу октября. Все профессии нужны, все профессии важны. Эту простую истину теперь точно усвоили люберецкие школьники. На фестивале профориентации «Путь навыков», который провели во Дворце спорта «Триумф», побывал Богдан Колесников. И вот в помощь таких технологий техники внутри осматривают все повреждения. Какую профессию выбрать и где продолжить обучение после школы. На площадке фестиваля встретились ученики 6-9 классов со всего округа и представители пяти престижных средних профессиональных учебных заведений Подмосковья. Такие форумы помогают определиться с выбором подходящей профессии или направлением обучения. В интернете ресурсов, конечно, очень много, но всегда хочется пощупать это руками и сделать новое открытие для себя. Я учусь в 8 классе и вот что меня больше всего заинтересовало, это больше, конечно, наклон в техническую специальность. Хочу вступать в МФТ и Баумана, но это все в дальнесрочной перспективе. Все-таки планирую связать с авиационными системами и робототехникой. Школьники задавали интересующие вопросы педагогам техникумов и колледжей, общались со студентами. Диалог на равных помогает получить необходимую информацию об учебном заведении и сделать правильный выбор. Я считаю, что это очень важно, потому что, во-первых, школьники знакомятся с нами, мы им передаем свой какой-то уже опыт, накопленный за годы обучения, скажем так. Соответственно, за эти годы, естественно, мы успеваем где-то поучаствовать, научиться всем этим вещам. Очень многие интересуются этой, особенно нашей специальностью. Очень приятно видеть, очень приятно знать, что растет поколение, которое нас сменит, скажем так. Мастер-классы, подготовленные студентами, позволили наглядно представить школьникам суть будущей профессиональной деятельности. Люберецкий техникум имени Гагарина в таких фестивалях участвует ежегодно. Сегодня учреждение презентовало четыре специальности. Это управление беспилотными летательными аппаратами, это не представлено, это неразрушающий контроль авиационной техники, изготовление бутоньерок, это садовый парк и ландшафтное искусство, а также изготовление кондитерских упаковок, это графический дизайнер. Конечно, цель у нас профориентация. Во-первых, чтобы ребята узнали, какие же учебные заведения находятся рядом с ними, и непосредственно, какие специальности они могут получить. Они, когда приходят, непосредственно общаются с ребятами, уже студентами, делают что-то своими руками, видят своими глазами. И, конечно, это их заряжает, и очень много ребят потом действительно хотят учиться. Для подмосковных школьников в этом учебном году планируют организовать 30 фестивалей профессий. Их проведут во всех крупных городских округах региона. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. В Центральном парке Люберец состоялся детский инклюзивный праздник «Провожаем лето на хендбайке». Социальный проект «Доступное движение для самых маленьких» инициировал фонд помощи социальной адаптации инвалидов качества жизни. В этом году он стал победителем конкурса президентских грантов. Подопечным комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» предложили покататься на хендбайках. Это трехколесная версия велосипеда, которой могут управлять люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Цель проекта – это предоставление возможности детям с ограниченной возможностью, по каким-то причинам не иметь возможности кататься на велосипедах, проводить время в парках со своими сверстниками. Тем самым, скажем так, ну, знаете, у ребят, у которых нет проблем со здоровьем, мы пытаемся, ну, что-то воспитывать, доброту, понимание, что разные люди вокруг. А у ребят, у которых есть проблемы, я надеюсь, временные, со здоровьем, мы как бы формируем, пытаемся формировать уверенность в том, что мир окружающий, он не негативен. То есть мы все разные люди в одном мире. Подобное мероприятие прошло в 12 парках Москвы и Подмосковья. 25 сентября детский инклюзивный праздник состоялся на ВДНХ. В Люберцах прошел открытый турнир по баскетболу на призы российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». За выход в финал состязались 40 команд с подробностями Богдан Колесников. Спортивный манеж объединил баскетболистов со всего региона. За звание чемпиона боролись лучшие команды из электростали, Фрязина, Дзержинского и других округов Подмосковья. Чтобы попасть в финал, игроки бились за каждый мяч. Мне 12 лет. Я приехала из города Латкарина впервые на этом турнире. Своей команде я принес 5 очков. Я рад, что я вообще здесь, что я помогаю своей команде добиваться успеха. Я довольна своей командой, они очень хорошо играют. В матче одновременно принимали участие по три спортсмена. Игра велась на одно кольцо. Формат для баскетбола не новый. Такие турниры проводят по всему миру больше 10 лет. У нас детишки разных возрастов. И мы стараемся прививать им очень большую любовь к баскетболу, чтобы младшее поколение смотрело на старших. Сейчас дети у нас останутся смотреть, как будут играть взрослые ребята. Смогут оценить их уровень и, наверное, чего-то у них перенять немножко, чтобы тоже потом можно было воплотить это все в реалии на баскетбольной площадке. Мы сегодня приехали, чтобы доказать свое мастерство, не подвести тренеров и выиграть эту игру. Конечно, я жду турнира победы. Я уверен, что мы выиграем. Круто играли. Выиграли все. Мы старались победить. Если бы не тренер, мы бы не выиграли. Чтобы еще много таких турниров было, чтобы мы выигрывали чаще. Турнир на призы РФСО «Спартак» объединил более 200 спортсменов. Следующие такие соревнования проведут в январе. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. В парке «Лесная пушка» прошли соревнования по спортивному ориентированию на Кубок главы городского округа Люберцы. За звание самых сильных, ловких и интеллектуальных боролись как взрослые, так и дети. Тему продолжит наш корреспондент. Спортивное ориентирование называют шахматами на бегу. Ведь с момента старта и до финиша участник состязаний должен постоянно анализировать свои действия. В Люберцах этот вид спорта стремительно набирает популярность. Каждый год в округе проходят соревнования на Кубок главы муниципалитета. Очередной марафон собрал более 500 спортсменов. Участники от 6 лет и выше. Самому возрастному участнику сегодня у нас под 70 лет. Дистанции были поставлены максимально комфортно для всех участников, участников всех возрастов. Спортивное ориентирование – идеальный вид спорта для детей. Он позволяет совершенствовать как навыки физические, так и умственные. Спортсмен должен не только показать хорошие результаты за счет своей выносливости и силы, но при этом еще уметь хорошо работать головой и на местности правильно определить направление, правильно рассчитать свои силы. В планировании маршрута, изучении местности спортсмену помогают топографические карты, на которых нанесены специальные знаки. Чтобы выбрать нужное направление и двигаться по правильному пути, каждому ориентировщику выдают компас. Дистанция была длинная, хорошая, легкая. Я оцениваю свое участие на 10 из 10. Хорошо пробежал. В конце соревнований состоялось награждение лучших спортсменов. Ориентировщикам, которые быстрее всех выполнили поставленные задачи, вручили грамоты, медали и кубки. Луиза и Геазарян, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. Готов к труду и обороне. На стадионе «Урожай» ученики школ городского округа сдали нормативы ГТО. Знаки отличия принесут старшеклассникам дополнительные баллы для поступления в высшие учебные заведения. Как ребята справлялись со спортивными упражнениями, узнала съемочная группа нашего телеканала. Самые первые этой осенью свои спортивные возможности продемонстрировали ученики 46-й и 27-й гимназий. Старшеклассники сдавали бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину и многое другое. За правильным выполнением всех нормативов следили судьи. Это уже как бы духовная даже составляющая. Человек проверяет свои физические качества, такие как ловкость, скорость, выносливость, гибкость и другие. И, соответственно, он уже непосредственно на выполнении норм демонстрирует их. Если что-то у него там слабенькое, что-то где-то нужно потянуть, обязательно можно пересдать и уже стремиться к более высоким результатам. Школьники показали все, чему научились на уроках физкультуры. Вместо оценок в журнале они получат значки ГТО. Всего их три – золотые, серебряные и бронзовые. Ученикам 11-х классов они принесут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. А для будущих абитуриентов это ценный бонус. Но не только ради льгот старшеклассники принимают здесь участие. В первую очередь они за здоровый и активный образ жизни. Я занимаюсь акробатикой, я делаю разные трюки. Там сальто назад, сальто вперед. И, в принципе, мне с физкультурой все хорошо. Самое легкое для меня – это пресс. Самое тяжелое для меня – подтягивание. Настроение супер, потому что спорт – это самое главное в жизни. Я каждый день делаю зарядку, это правда. Так что мне сдать не так тяжело, как может быть другим ребятам, которые не занимаются спортом каждый день. Всего на стадионе урожай норматива сдали около 50 учеников. Значки ГТО они получат в конце учебного года. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях, либо у нас на сайте ltv24.ru До свидания.